Я согласна. Здравствуйте, мои дорогие зрители, а теперь, может быть, и слушатели. Я по-прежнему нахожусь в поиске единомышленников. Нет, подискутировать я тоже не прочь, но не сейчас. Сейчас почему-то хочется другого, хочется поддержки и не только для себя. Сегодня в нашей реальности вопросов больше, чем ответов. И совсем не грех взять помощь зала. Есть люди, которые и словом, в полном смысле этого слова, и делом подтверждают свою повышенную ответственность за то, что они транслируют миру. Я говорю про интервью, которое в МК дал известнейший писатель Евгений Водолазкин молодому журналисту Александру Трегубову. Без преувеличения можно сказать, что мы живем в коронавирусной реальности. Обсуждать что-либо, кроме напавшей на человечество заразы, похоже, не представляется возможным. Однако, как суметь по-настоящему осмыслить случившееся? Писатель Евгений Водолазкин, чьи книги «Своеобразное путешествие по разным историческим эпохам» рассказал о беспрецедентности нынешней пандемии, возвращении смерти в человеческое сознание, а также посоветовал, что почитать на карантине. Итак, Александр спрашивает. Сегодня говорят о новой реальности, которую принес коронавирус. А ваша повседневная жизнь изменилась? Не ощущать эту новую реальность невозможно. Как бы ты автономно не держался, мои ощущения я бы характеризовал как смешанные чувства. С одной стороны, не покидает впечатление, что я попал в театр абсурда. И развивается нечто такое, о чем месяц назад я не мог бы и помыслить. С другой стороны, до этого я жил как белка в колесе. Должен был куда-то ехать, где-то выступать, что-то срочно писать. И вдруг такая тишина. Мир остановился. И можно спокойно сидеть и писать то, что считаешь нужным. Ну, конечно же, я сейчас пишу роман. Это то занятие, которое я не всегда могу себе позволить. И он, как обычно у меня, об истории, о времени, может быть, о семье. В нем соотношение людей и всеобщей истории становится центром повествования. Главной проблемой и нервом. Это удивительное чувство, когда на предельной скорости ты отпускаешь педаль газа. Через сто метров колеса делают свой последний оборот, и ты в тишине. Ты уже слышишь пение птиц, шум сосен и прочие бесценные звуки, так не похожие на шум мотора. Редко о чем в отношении исторических событий можно говорить впервые. Но здесь бесспорный случай, когда слово «впервые» можно использовать на совершенно законных основаниях. И все же, помятуя о том, что в наших романах переплетаются самые разные эпохи, с каким временем хоть отдаленно схожа сегодняшняя ситуация. Когда в средние века случалась чума, главная беда того времени – города были усеяны мертвыми телами. Это был зримый знак разыгравшейся трагедии. Нынешний случай совершенно удивителен. Получилось так, что о пандемии мы узнаем из средств массовой информации. Это тот враг, который марширует, но которого мы не видим ни в каких его проявлениях. Мы не видим, слава богу, трупов на улице. Мы не видим ничего такого, что отличало бы, ну, по крайней мере, внешне, эту пандемию от сезонной вспышки гриппа. Вообще, я слышала, что цифры потерь от гриппа и потерь от коронавируса сопоставимы. Это не значит, что на коронавирус можно не обращать внимания. Ни в коем случае. Надо ко всему серьезно относиться. Но удивляет другое. При том, что серьезные потери от гриппа бывали и раньше, мир никогда еще не погружался в такой ужас. Более того, если мы возьмем потери от ДТП, то они больше, чем потери в локальных войнах. Но при этом никто не закрывает автомобильные дороги и не объявляет войну автомобилям. Однако, существуют причины, которые заставили мир так внимательно к этому относиться. Какие же это причины? Я думаю, среди прочих есть одна важная причина. Ведь дело тут скорее не в самой реальности, сколько в реакции на эту реальность. На мой взгляд, мир в глобализации дошел до каких-то пределов, когда он, видимо, почувствовал, что следует пуститься уже в обратный путь. От глобализированного мира в мир отдельных государств, культур, традиций. Я вовсе не хочу сказать, что пандемию придумали, чтобы закрыться от соседей и начать заниматься собственным развитием. Но иногда мне приходит в голову, что когда пандемия возникла, мир инстинктивно схватился за этот повод, чтобы на какой-то миг закрыть дверь. Дверь государства, дверь на личном уровне. И потому что на личном уровне у нас, ну, все двери распахнуты. Люди становятся совершенно прозрачными благодаря сети. Причем не по воле каких-то злых сил, а по собственному желанию. Человек не успевает раскрыть глаза и почистить зубы, как он уже пишет, что у него происходит дома. Это тоже форма прозрачности и отсутствие границ. И в этой сфере тоже будут изменения. Уверен, что в обозримом будущем беззаветных экстравертов в сети будет гораздо меньше. Человек должен иметь границы, соблюдать дистанцию по отношению к себе подобному. Он должен иметь какие-то тайны. И в сегодняшнем мире уже нет тайн. Мне кажется, что нынешняя ситуация – это в том или ином виде реакция на отсутствие границ, как государственных, так и личных. Герой вашего романа «Лавр» обладает даром исцеления. А какой вы могли бы дать рекомендацию для поддержания душевной гигиены, чтобы не заразиться паникой? Паника – это последнее, что можно себе позволить. Надо осознавать, что, видимо, угроза серьезна. Легко сказать, не поддавайтесь панике. Если человеку страшно, ну, конечно, он ей поддастся, и ничего тут не поделаешь. Верующего может успокоить убеждение, что без воли Божьей не упадет волос с головы человека. Кроме того, у него всегда есть адрес, куда он может обратиться из любой точки, где бы он ни находился. Это небо. Можно спросить, и если просьба по-настоящему горяча, то можно надеяться, что ты будешь спасен. Неверующий может также противостоять болезни усилием своей воли, желанием не заболеть. Человек, который ведет себя мужественно, способен одолеть трудности. Таким образом, очень многое зависит от состояния духа. Надо просто думать, что если начать бояться, шарахаться, станешь легкой мишенью для вируса. Нужно решить для себя так. И тело мое, и дух переходят на осадное положение. Вирусу я не поддамся. Это может помочь. В ваших книгах и в Лавре, и в Авиаторе, и в Брисбене персонажи сопровождают болезни, которые заставляют их переосмыслить отношение к жизни. Нынешняя пандемия, на ваш взгляд, способна чему-то научить современного человека. Да, безусловно. Это известная вещь. Болезнь часто заставляет человека задуматься о смысле жизни. Особенно, если эта болезнь опасна. Болезнь обычно делает человека добрее. Он понимает, что способен влезть в шкуру другого и почувствовать его боль. Бывает, впрочем, и обратное. Болезнь ожесточает, и это ужасно. Удивительность происходящего сейчас в том, что болезнь коснулась всех. И тех, кто болеет, и тех, кто не болеет. Потому что те, кто не болеют, понимают, что заболеть очень просто. Они настроены с больными на одну волну. Сейчас, без преувеличения, весь мир имеет несколько недель для того, чтобы задуматься о вечном. О смысле жизни. И, если угодно, о смысле смерти. Потому что где болезнь, там часто и смерть. Без смысла смерти не понять серьезность и смысла жизни. Чем богаче государство, тем тщательнее оно пытается выдавить смерть за пределы бытия. Я жил в Германии и видел, как все делается для того, чтобы опустить заново между человеком и смертью. Для того, чтобы он поменьше о ней думал. Так во всех странах золотого миллиарда. Смерть выдавливается за пределы жизни. И между тем, смерть – это часть жизни. И в жизни многое объясняет. Об этом есть замечательные книги. Например, «Литургия смерти» отца Александра Шмемана. Или «Жизнь, болезнь, смерть» митрополита Антония Сурожского. Мои заграничные впечатления во многом совпадают с тем, что описано в этих книгах. В свое время меня изумило, что в Мюнхене нельзя отпевать в открытом гробу. Потому что это якобы не гигиенично. Те, кто хочет, чтобы гроб был открыт, как это бывает обычно в России, увозят покойника в деревню. Разумеется, дело там не в гигиене, а в том, чтобы защитить человека от вида смерти, от мысли о смерти. Сейчас совершенно удивительный момент, когда от смерти не уйти. Сегодня все, и «Золотой миллиард», и «Третий мир» вынуждены обратить внимание на смерть. Потому что в нынешней ситуации ее не видеть невозможно. Я думаю, что мы будем уже другими после этой пандемии. Знаете, как пел в свое время Борис Гребенщиков? Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом, отныне мы все будем не те. Так какими же мы будем? Я думаю, что мы, во-первых, вернем в свое сознание понятие границы. Границы культуры, государства, цивилизаций. Мы не будем такими самоуверенными, такими, как это было до того. Ведь мы считаем себя коллективным царем природы. Все можем, все умеем. А тут приходит маленький вирус, который заметить-то невозможно, и начинает диктовать свои законы. Он нам напоминает, что вирусы и бактерии возникли за много миллионов лет до появления человека. И не они у нас в гостях, а мы у них. События не существуют само по себе. Любое событие, чтобы быть таковым, должно быть воспринято и должно существовать в чьем-то сознании. Вот после такого грандиозного восприятия коронавируса, после такого потрясения всего земного шара, естественно, мы не можем быть прежними. Сегодня многие рекомендуют, что почитать на карантине. А какие бы вы книги посоветовали? Я бы посоветовала каждому прочесть то, что он давно собирался прочитать. Почти у каждого есть такие книги. Призываю не откладывать их в долгий ящик. Потому что второго такого шанса, наверное, уже не будет. Вообще же выбор книг зависит от того, в чем человек сейчас нуждается. Если он нуждается в познании, в анализе своего нынешнего чувства и того, что он переживает, пожалуй, тогда стоит почитать об эпидемиях и катастрофах. В детстве я очень любил повесть Канан Дойля «Отравленный пояс». О том, как змея попадает в какой-то эфирный пояс. Ощущение катастрофы очень хорошо там передано. Можно читать роман Альбера «Камень у чума». Какие-то вещи Томаса Мана, например, «Смерть в Венеции» или «Волшебную гору». Волшебная гора романа больничного существования в «Отраве от мира». Это тоже совершенно удивительное чувство. Перед нами туберкулезный санаторий в Давосе, который как бы и не на этой земле, этакий ковчег. Чувство оторванности от мира выражено у Мана потрясающее. Если же вы ищете успокоение, то читайте добрые книги, напоминающие сказки. Например, Диккенса.